Друзья, всем-всем привет! У меня сегодня важное дело. На улице солнышко светит, но ветер не даёт. Никакого спокоя. Я сегодня иду смородин чередковать. Хоть у меня и много кустиков посажено, но сейчас я ещё немножко досажу, потому что площадь пустует. Чего она будет посавать-то? Сейчас я посажу кустики смородин туда. Потому что всё, 1 апреля нужно срочно уже пересадить. Иначе потом будет поздновато. Уже почки на смородине хорошие. А до этого я вообще попасть не могла, туда там было сыр. Вот сейчас пойдёмте посмотрим, как там сейчас стало. Я взяла лопату, думаю, что справлюсь, думаю, что уже можно посадить. Небо такое у нас сегодня чистое-чистое. Солнышко светит. Вот пойду поработаю немножко. Тут ямку сделала, сыроватая. Но это как раз то, что нам нужно. Сыровато только ходить, топтать вот здесь. А земля как раз для смородины, для чередкова не самая хорошая. Влажная такая. А вот здесь вот я хочу посадить. Здесь у меня смородина, а здесь клубника. А это пространство, просто ничего на нём нет. В том году я садила фасоль здесь, свеклу. А в этом году у нас и так много земли. Решила всё-таки смородину посадить. Ещё рядочка-два сделаю. Вот так у меня много смородины. Это вся молоденькая, вот эти кустики. Там подальше уже. Сейчас пойдём. Вот это всё молодые кустики. Здесь двухлетние и однолетние есть. Здесь красный кустик смородины. Вон там вот повыше двухлетние. Вот эти повыше двухлетние. А те, что ямки пропали, я в том году ещё подсадила. Вот, например, маленькая. Это однолеточка. Я в том году подсадила. Вот так вот у меня смородины. Ещё вот здесь вот смородина. И вот с этих кустиков я сейчас возьму веточки. Вот с этих. С молоденьких убрать не буду. Возьму вот с этих кустиков веточки. У меня смородина есть крупная, а есть ещё и советский сорт. Я сейчас крупную посажу. Всё-таки на рынке ценится смородина крупная. Вот с этих возьму кустиков. Смородину нужно уже прибирать. Видите, какие уже почки у неё. Вот уже почки. Вот эти веточки очень хорошие веточки идут. Вот их как раз. Это вот однолетние. Я беру всегда однолетние. И у меня всегда вырастает. Можно даже по результату посмотреть. Весь этот сад выращен смородиновый из веточек. Весь этого куста я не поспала. Всё сделано из веточек. И вот дальше так тоже. Ну что, берём веточки и идём сажать. Вот такие веточки взяла небольшие. 15-20 сантиметров срезала. И у них ещё верхушки убрала. Верхние кончики убрала. И вот так сейчас просто. Здесь вот земельку сделала. Такую ямочку небольшую. И в одну ямочку четыре веточки буду сажать. Потому что, а может, в которых может не пойти. И так что будем для надёжности сажать четыре веточки. Просто втыкаем их. Я немножко под уклоном делаю. Чуть-чуть. Вот так. Всё. Земельку трамбовываем. И поливаем. Хотя она сырая, но полить всё равно нужно. И делаем следующую ямку. Точно так же. Поливать придётся весь сезон. Чтобы хорошо всё отошло. Чтобы веточки пошли в рост. Нужно постоянно держать в сыром, в таком влажном виде эту ямочку. Вот так посадила кустики. Два ряда. Здесь рядочек. И здесь рядочек. Здесь красные. По два кустика воткнула. А дальше чёрные. Будет у меня ещё, значит, восемь кустиков. Ну всё. Сейчас пойду водички принесу. Всё полью. И будем ухаживать. Поливать. Самое главное поливать не забывать. Чтобы земелька всегда там была влажненькая. Пусть растут. Пусть растут. Пусть растут. Пусть растут. — В жар od anyway. Как здесь всё.